Днём она пишет текст, а вечером картины. Наша коллега Лариса Трипсирукова не так давно открыла в себе талант живописца. Оказалось, что творит при помощи красок и кисти очень занимательно. Образы, всплывающие в её воображение, она перекладывает на холст. Так и рождается вот эта красота. Верьте в себя, приходите, дерзайте. Я понимаю, что мои картины – это не профессиональные картины, это такая дилетантская мазня. Но я получаю удовольствие, и я хотела бы, чтобы все поняли, как это здорово – что-то сделать и видеть свой плод, то есть результат своей работы. Все эти работы созданы руками учеников и преподавателей художественной студии «Краски-09». Авторы картин – люди разных возрастов и профессий, объединённые любовью к живописям. С удивительным миром искусства наших земляков знакомит преподаватель студии Анна Макрякова. Девушка окончила Уральскую архитектурно-художественную академию, а затем работала главным дизайнером студии МТВ в Екатеринбурге. Последние пять лет ведёт мастер-классы по интерьерной живописи. Рисовать я любила всегда. И как-то с самого детства. Я начинала с художественной школы, потом институт, кафедра дизайна. Очень долго я проработала дизайнером. И потом всё-таки вернулась к холсту и краскам. Может быть, потому что меня это вдохновляет. И, как сказал один известный человек, найди себе дело по душе, и тебе ни одного дня в жизни не придётся работать. Поэтому это моё любимое дело. Мне нравится этим заниматься. Ещё около века назад психологи выяснили, что рисование благоприятно влияет на эмоциональное состояние человека. В процессе работы с красками вырабатывается серотонин – гормон радости, снижается уровень стресса. Существует даже специальная арт-терапия. Ведь рисование даёт настоящий отдых и разгрузку нашему беспокойному уму, который в современном мире часто бывает перегружен. Впрочем, некоторых рисунки близких мотивируют к достижению мечты. Допустим, вот это – это моя проекция на будущее. То автомобиль, который я хочу. То есть я буду каждый день просыпаться, видеть эту картину и видеть то, что я хочу, и значит у меня это будет. Но если в вашем домашнем интерьере не хватает красивых керамических статуэток или вазочек, то вы можете сделать их своими руками. В этом вам поможет ещё один преподаватель студии «Краски-09» Александр Ольховский. Я никогда не думал, что буду преподавать. Я всё-таки рос как мастер. Я думал создавать что-то руками. Но, как один из моих учителей говорил, что когда ты наполняешься в чашу, здесь не из тебя начинает всё это выливаться. И нужно куда-то это девать, кому-то отдавать. Именно свои произведения делать я уже понял, что, наверное, я всем всё заказал за свою биографию. И понял, что ниша, тем более, не особо занята в нашем регионе. Подумал, да, что стоит, наверное, детишек чему-то научить, передать им. За время работы художественной студии «Краски-09» на её мастер-классах побывало более 500 человек. Главная идея таких занятий – помочь реализовать мечту. Например, написать самому картину, освоить азы академического рисунка или на гончарном круге слепить предмет интерьера. Запомните, нет ничего невозможного. С хорошим наставником каждый человек талантлив. Если вы хотите посмотреть работы авторов, то приходите в картинную галерею. Выставка продлится до 29 января. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ